Я хочу изначально сказать, что не надо относиться с таким пиететом к словам Штейнмайера. Он политик. Как любой политик, он обязан озвучивать не просто свою позицию, а ориентироваться на результат. Результат по его действиям сейчас близок к нулю. Соответственно, он должен педалировать ту тему, тем более на нашу выбор, он должен педалировать ту тему, которая будет понятна его избирателям. Они хотят получить результат. Результат они пока не получат. Что должны делать мы? Тут я согласен Сергеем. Каждый раз, когда мы говорим о Будапештском меморандуме, мы напоминаем нашим коллегам о том, что пересмотрена мировая доктрина безопасности. И некоторые процедуры уже не работают. Но если себе позволяет Россия так забывать, так забудет рано или поздно еще одна страна, другая. И тогда в мире начнется вакханалия бесправия. Наши европейские партнеры и американские партнеры это понимают. Именно поэтому они являются участниками всех переговорных проектов. Именно процессов. Именно поэтому они принимают участие и непосредственно пытаются вернуть мир в Украину. Я согласен. Но не все способы хороши. Более того, я хочу сказать, что Украине самой необходимо усилять давление. Таким образом, в том числе и пресекая любую экономическую деятельность с оккупированными, неконтролируемыми территориями. И самое главное. Вы знаете, я согласен. Донбассу необходим особый статус. Да, необходим. Там два года идет война. Два года идет российское телевидение. Два года людей зомбируют. Поэтому нужен особый статус. Особый статус в виде лечения. Нужно отключать телевидение после возвращения этой территории. Туда приводить психологов, психоаналитиков. И это проблема государства. Их нужно реинтегрировать. То самое, что было когда-то с Австрией. Напоминаю. В Австрии первые выборы были только в 50-х годах после деоккупации. Почему? Потому что людей нужно было вернуть в нормальное состояние. Кроме того, давайте не забывать. Они находятся под воздействием информационной машины пропаганды. Российской машины. Татьяна, но вот, кстати, самопомощь тоже предлагает Борислав. Ваше мнение понятно. Я сразу так скажу. И последнее, что я хочу сказать. Что при всем этом надо не забывать про еще одну вещь. Мы должны действительно вернуть мир в Украину. Продолжение следует...